Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Продолжаем нашу тему по моему фильму «Окна в земле. Как оказались у Сталинок, у Сталинок, у Хрущевых окна в земле». Было очень много вопросов, было много комментариев. И в этом фильме я ответила, в принципе, каким образом оказались окна в земле, о том, что они были засыпаны глиной. Но глиной точечно. Но поскольку люди приходят, по всей видимости, не так давно они в этой теме, а мы-то этой темой занимаемся около восьми лет. Первый ее открыл в Ютубе, по крайней мере, ее открыл Алексей Кунгуров. И там было поле непаханное этой информации. И он молодец, потому что он столько поднял вещей, столько задал вопросов, столько показал несуразец, что всколыхнул целое поколение, можно сказать, альтернативщиков. Я была второй в Ютубе по этой теме засыпанных окон, потому что не все согласились. И пошло вот такое, кто-то подтверждал, кто-то отрицал. И многие годы были потрачены исследователями и мной лично на поиски понимания того, как же окна оказались в земле. Ну и пришли, естественно, к выводу о том, что это искусственный грунт, глина, и о том, что была ядерная война. О ядерной войне первый сообщил Кунгуров в 19 веке. Ядерная война в 19 веке. Дальше уже каждый блогер последние годы идет сам своим путем. Кто-то занимается этой темой, кто-то нет. И новички, которые приходят лично ко мне на канал, когда вот они видят периодически какой-то ролик, они не видят этой всей связи, они не видят того, что, скажем, там года 3-4 назад я активно делала ролики, исследования и доказательства, масса-масса доказательств по ядерной войне и по всем несуразистам истории, свои собственные находки, свои собственные идеи и подтверждение этих идей. И по поводу глины. Поэтому в этом фильме он тоже такой, ну, скажем, коротенький ответ на вопрос. Он не глобальный, чтобы не тратить время на поиски картинок и так далее. Просто что есть под рукой. То, что работа, еще раз говорю, она многолетняя. Люди задают вопрос, они, ну, как бы сказать, как первоклассник, который приходит, задает вопрос, что такое десятичные логарифмы. Сначала надо все равно пройти, первичную информацию получить, чтобы не задавать одно и то же вопрос, одни и те же вопросы и мнения отвечать, одно и то же, одно и то же. И в этом фильме комментарии тоже не исключение, хотя очень многие понимают, что, да, города засыпаны, но не понимают, вот, допустим, вопрос, если есть технологии, как засыпать всю поверхность глины песком, то зачем ядерная война? Во-первых, не всю поверхность глины и не всю. Я и в фильме говорю, что не всю, а только там, где живут люди. И ядерная война, вот сегодня, что происходит в мире? Все очень просто на самом деле. Вот что сегодня, то и было в прошлых веках. Люди не меняются, по большому счету. И эти войны не меняются. Могут немножечко меняться оружие. Дальше отвечают. Вот, кстати, засыпали ненужные пановые. Да, засыпают остатки после того, как прошли военные действия и оказались победители и побежденные. Они всегда есть победители и побежденные. Либо в случае ядерной войны там 50-50, но все равно оказываются какие-то победители. Потом приходит третья сила. Про третью силу я также многократно уже делала ролики. Не надо постоянно задавать вопросы, что такое третья сила. Пойдите на канал, поищите про третью силу. У меня тоже есть несколько роликов на канале, которым выгодно вот это все. Не надо тоже нас спрашивать ответы на все вопросы космического уровня. Мы простые люди. Мы такие же, как вы. Просто мы не останавливаемся, не сидим дома. Мы тратим свое личное время на поиски информации. И находим, потому что кто ищет, тот всегда найдет. Но охватить глобально, не имея доступа к этим сакральным знаниям, мы не можем. Мы можем только предлагать версии. Мало того, мы не можем ничего утверждать, потому что нас могут привлечь за создание фейков. Понимаете? Поэтому провокационные вопросы блогерам тоже не надо задавать. Потому что те, кто задает, они либо глупцы, либо они специально провоцируют, создают вред. Вредителей, врагов здесь в комментариях тоже попадает много. Реально врагов людей, которые маскируются под простых людей, работают за пять копеек на захватчиков. Это тоже простые люди, шариковы такие, но они за 30 серебряников продадут маму родную. И они здесь тоже пишут и строчат и вводят сумятицу, чтобы люди как можно дольше не поняли, что вообще происходит на планете Земля. Потому что, как сказал Греф, что если люди самоидентифицируются, то как мы ими будем манипулировать? Вопрос манипуляции стоит. Вопрос буржуазии и вечной вот этой манипуляции. Кто будет паразитировать на народе? Потому что паразиты хотят жить припеваючи. И если народ начинает о чем-то догадываться, его становится слишком много, они не могут управлять им, они устраивают ядерную войну. Таких глинозасыпов, по, скажем так, данным, ну, несколько блогеров придерживаются этой версии, я в том числе, во многом остальном мы можем разниться. Мы можем разниться по датам, мы можем разниться по причинам и так далее. Поэтому каждый идет своим путем. У меня своя версия, и те, кто меня смотрит много лет, они знают, в общем-то, мою версию, мои датировки, и я их аргументирую. Я не просто фантазиями занимаюсь, а во всех своих фильмах всегда привожу документальные свидетельства, скажем, книгу, в которой это напечатано, еще какой-то источник. Я всегда показываю, откуда я беру информацию. Вот наглядно, у меня под руками оказалась фотография, прямо на скорую руку я нашла, это где-то в Африке, и датировка 1860-й год, вот мы видим ядерное разрушение, 1860-й год. Скажите, пожалуйста, с какого ракурса была сделана эта фотография? Явно, что она сделана с высоты, может быть, с какого-то летательного аппарата. Ну, хорошо-хорошо, можно сказать, с воздушного шара, допустим, с воздушного шара, но фотография очень четкая, резкость очень четкая, и мы видим ядерный взрыв, то есть воронка ядерная и снесен город. Что за город? Где-то, я сейчас даже не помню, где-то в Африке. Вот такая была обжитая Африка. Это один из примеров. Поэтому все претензии хамские, естественно, я баню, чтобы не тратить время на дураков, что называется. Не спорю, по совету Александра Сергеевича Пушкина, с дураками не спорю. Теперь продолжаю отвечать на вопросы. Значит так, с глиной вроде как бы пояснила в предыдущем ролике, как засыпаны города. Глина засыпана там, места, где жили люди. Есть еще более высокие слои глины в некоторых городах, они как бы плюхи. А также у меня есть несколько роликов по Нижнему Новгороду. Вот это город, в котором я выросла с нуля, можно сказать, с нуля. Приехала я. И приехали, и в этом городе тоже была масса-масса глиняных моментов. Там откос, Нижегородский откос, известные книги есть с таким названием. И фильмы снимаются. Например, фильм Екатерина Воронина, вот с Нижегородского откоса. Или фильм «Урок жизни», там тоже Нижегородский откос показывают. Много фильмов. Там, где Чкаловская лестница, там, где Кремль Нижегородский. Вот этот самый Кремль, он стоит на буквально глиняной, огромной глиняной горе. Причем она не полностью, эта гора весь Кремль заполонила. То есть она сброшена сверху, эта глина сверху. И я делала фильмы по Нижнему Новгороду. У меня четыре серии по поводу глины. Мало того, центр города, там, в Нижнем Новгороде, который чуть-чуть стоит дальше за Кремлем, где Чкаловская лестница и Нижегородская набережная, там была гостиница «Россия». Эту гостиницу снесли, потому что до этой гостиницы «Россия» там были церкви, и решили, значит, восстановить. Но у нас сегодня модно, у нас же сегодня это воцерковление идет, школы сносятся, гостиницы сносятся, а церкви строятся. Хотя прихожан все меньше и меньше, но неважно. За чей счет банкет тоже неважно. Но, видите, кому-то это нужно. Кто-то выделяет деньги и сносятся гостиницы советские, кстати, с символическим названием «Россия». Это все символизм, они же не просто так это сносят. Они не просто так сносят гостиницу «Москва» с таким названием, или гостиницу «Россия», или топится теплоход, попадает тоже «Москва». Это все символизмы, это все на символическом уровне, они пытаются победить Россию, Москву и так далее. Поэтому сносят. Так вот, когда они сносили гостиницу «Россия» в Нижнем Новгороде, там тоже мне прислали фотографии как раз вот этих закопов, раскопов, и я делала фильм. Итак, есть не просто какое-то, то есть это не нанесение, как тут же самый Кунгуров выдвигает версию, что это полевые бури. Я не согласна, это не полевые бури. Да, и как Айспик говорит, и мне часто пишут об этом, приводят, что это фата лилия разбилась. Нет, нет и нет. Никто, во-первых, не сказал, что у фата лилии была никаких доказательств. Этому нету, кроме мифологии. Во-вторых, кто сказал, что Луна должна состоять из глины, а не из базальта, к примеру, лунные спутники. Кто сказал? И, во-вторых, если бы это были бури, или это был бы охват с космоса, какая-то разрушилась комета, и земля попала в этот пыльный хвост, тогда бы она была более-менее равномерна, эта глина была бы везде. А ее нет. В том-то и дело, что если бы, скажем так, исследователи немножко дальше шагнули своих, ну, скажем, заключений, вышли бы за рамки, потому что они остановились в этих рамках, если бы они посмотрели чуть-чуть более шире, то они бы увидели, что, еще раз говорю, в Московской области, в Шатури, нет глины, в Воронежской области, в городе Воронеж, глина есть, а в самой области, в разных областях, ее нет. Но кое-где она в области есть, например, в Рамоне она есть. А, скажем, там в районе Новомакарова или Костенок, ее нет. Даже близко нет. Там меловые горы. Вот мел выходит на поверхность, но ни одной молекулы глины там нет. То же самое касается других районов. То же самое Горьковской области. Скажем так, в городе Горьком вот эта вся глина есть. По откосу Окскому, по Оке, по берегам Оке глина есть. А вот если мы возьмем, скажем так, такие города, как Ворсма, а там глины нет вокруг. А в городе Павлова есть, там же по дороге. Это как это? Какие тогда это полевые бури или какая-то комета? Но не сходятся. То есть никак. Это точечное выпадение глины сверху, глиняными дождями. Я уже неоднократно в разных своих роликах повторяла. И сейчас поэтому повторюсь. Не обессудьте те, которые это уже слышали. Потому что те, кто приходят заново, они слышат это впервые. У них в голове это не укладывается. И в картину мира никак не вставляется. Поэтому не надо сразу строчить комментарии. Просто сядьте или посмотрите до конца и подумайте, прежде чем писать. Отдохните, подумайте. Прежде чем писать и что-то отрицать, если вы, конечно, хотите достичь истины, не просто поспорить, сидя на диване. И теперь, значит, такой... Далее мне здесь написали комментарии. Вот на эти вопросы я, в общем-то, ответила, кто и откуда и каким образом взял столько глины и насыпал. Более конкретно, я еще продолжаю собирать информацию. Более конкретно я скажу как-нибудь попозже. То есть сделаю большую работу. Проговаривать сырые свои наработки я не буду. Потому что мои идеи очень хорошо воруются. И потом я их вижу, скажем, у ловких, быстрых мальчиков-блогеров, которые выдают их за свои. И поэтому я вот несколько лет, как я прекратила просто так раскидываться своими идеями. Но я уже многократно говорила. Во-первых, глина сверху. Многократно говорила в своих роликах. Во-вторых, третья сила у нас присутствует. Третья сила. Вот как нанесло? Не нанесло. В городах она заливалась сверху. Да, это серьезная технология. И мы сегодня таких технологий практически, ну, наверное, на своем веку мы их не видели. Не значит, что их нет. И не значит, что их не применяют где-то в тех местах, которые далеко от городов. Не факт. Но представьте, скажем так, вулкан Везувий, да, который засыпал Помпеи. Вот там оказались люди. Вот примерно вот так вот. Вот типа вулкана. Но только это не вулкан. Это не вулкан, это не пепел, это глина. Глина однородная, у которой нет промежутков. Ни одной маленькой пленочки перерыва. И глина должна быть мокрая, то есть она должна быть сырая, с дождями, для того, чтобы залить всю радиацию, все следы войны, трупы, следы разрушений. Но какие-то здания были высокими, выше, скажем так, 10 метров, и они выходили за уровень этой глины. В результате это восстанавливались дома и улицы, которые были, частично главные улицы, они сохранились. Главные карты, но не все, потому что в той же самой Москве карты разнятся. И если их накладывать одна на другую, то появляются какие-то новые переулки. Вот как люди потом приезжали после 1860 года, а моя версия, что это именно эта дата глина засыпа, то они, начиная обживать, кстати, для этого и была сделана реформа крестьянская, потому что в городах людей не осталось, и они погибли. Почему я говорю, что когда мне начинают говорить, моя бабушка, моя прабабушка, вот в городе, а вот мне говорила, а вот мне писала, я говорю, ну приведите мне, пожалуйста, документы, пожалуйста, хоть какие-то документы, доказательства того, что ваша бабушка, прабабушка какая-нибудь, прабабушка, которая жила в первой половине 19 века в Москве, вот из простых людей. Мы элиту не берем. Элитка выжила. Элитка всегда пересидит и всегда она знает, когда отсидеться. Вам хороший пример, как отсиживается элитка. Это 2010 год, когда Москву поджигали тоже климатическим оружием. Когда все лето стояла температура, жара 40 градусов, не было дождей и горели торфяники вокруг Москвы и стоял смог. Помните? Так вся элитка выехала на острова. Они все были предупреждены. После этого осенью Лужков был снят за утрату доверия. Кто помнит, кто жил в Москве, помнит этот период. Я вам просто напоминаю. Они всегда уедут. Когда Вагнер 23 июня пошел, так сказать, на Москву, ну не на Москву, а пошел выяснять отношения с Министерством обороны, да, вспомните? По всей видимости, не только с ними, потому что тысячи мини-джетов, элитки взлетели и улетели в другие страны. Кто в Израиле, кто на острова, кто куда. Элитка всегда убежит. Простой народ будет погибать. Простые жители. Это касается войны 1812 года, потому что блогеры предполагают, что именно тогда была ядерная война, в это время. Потом, значит, предполагают по Туле. Вадим, канал «Неофициальная история», он, значит, нашел информацию по Туле, что это 1830 год. Теперь я вам скажу свою версию. Спасибо большое. Еще очень интересно, почему бомбили Москву в 1812, если там был Наполеон. Получается, бомбили своих. На Украине я наблюдала, как брали глину с глубины 20-25 метров. Чернозем был всего около одного метра. С глубины чернозем около одного метра. Да и глина была неоднородной, а пластами разного цвета. Но вот это конкретно, где она была пластами разного цвета, это тоже выпадение такой глины. Я не буду сейчас комментировать. Я показывала по Азовскому морю, по крайней мере. И вот здесь написано, что наблюдал, как брали глину с глубины 20-25 метров. Чернозем был около метра. Так вот, вот именно вот эту тему. Несколько лет назад у меня был ролик по городу Псков и Давмонтов город. Это Кремль псковский. И там две части. Центральная часть. И рядом пристроена так называемый Давмонтов город, в котором проходили в свое время раскопки. Меня там троллили-троллили с этого Пскова. И троллили, видимо, люди, которые связаны с раскопками. Даже не с раскопками, а с экскурсиями. Там один товарищ, поглонник Навального. И они мне прислали, спасибо им, они мне прислали то, что сами не читали, как я поняла. Потому что то, что они мне прислали в информацию, они опровергли сами себя. Так вот, они мне прислали такую замечательную работу по археологии вот этого Давмонтова города, которую они сами не читали, что я там нашла такую информацию, что просто, ну, я их поблагодарила от всей души. И до сих пор благодарю. Потому что это просто супер. Потому что там они написали, археолог, он вел отчет, и написали, что они нашли на глубине, то есть на самом, скажем так, плата земли, на самой земле, вот без наносов, без всех наносов, первый слой на самой земле был один метр чернозема под всеми вот этими засыпами 10-метровыми, 12-метровыми. И там было очень много остатков стен, их где-то там, по-моему, 16 или 17, сейчас не помню, на вскидку, сколько их там было этих, на маленькой небольшой территории Давмонтова города, сколько было церквей так называемых, либо это все-таки заводики были. И вот на глубине первое – это чернозем. Вот откуда он там взялся под этим наносом, под этой глиной? Это что касается Пскова. Видите, и здесь тоже, я не знаю, в каком конкретном месте, но он написал то же самое про один метр чернозема. Вот уже какая-то система. То есть в Пскове, на Украине, возможно, где-то еще. Просто эти материалы, они в руки народа не попадают, а сейчас их уже еще и прячут, и цензурируют, чтобы нельзя было сделать выводы или заметить эту систему. Потому что если бы мы понимали, на каком расстоянии это все происходит, мы бы сами вместе, общим нашим разумом, коллективным, мы бы сами определили, кто-то бы на Украине это делал, кто-то бы это на севере делал, северно-гранда, кто-то в Востоке, кто-то в Англии, кто-то в Америке, кто-то в Австралии и так далее. Мы бы поняли, где, что, чего. Но мы разрознены, и это делается совершенно осознанно. Но, тем не менее, если мы будем брать Россию, а мы сейчас пока говорим за Россию, то вот такие вот моменты у нас есть общие. Вот это наша общая родная историческая территория. Теперь, что касается войны 12-го года, и почему я считаю, что дата 1860-й. Вот теперь слушайте, пожалуйста, внимательно с этого момента. Я не буду отрицать ядерных ударов в разное время, в том числе в 1812-м. Даже, мало того, я их подтверждаю. Мало того, у меня есть кое-какие находки, которые я тоже пока попридержу, пока я не выясню все четко и ясно. Именно по войне 12-го года. У меня есть два фильма. Посмотрите, они абсолютно альтернативные. То, что я нашла, полные противоречия официальной истории на основе же их данных. Вот просто возьмите, состыковывайте, и увидите по числам, по времени, какая идет несуразица. Теперь, что касается ядерных войнушек. У меня есть фильм, две серии. Петр, царь недержавный. И даже есть статьи на эту тему, многие видели. А также у меня есть три фильма по дубне допотопной. Дубна, как мы знаем, центр атомной энергетики. И там есть адронный коллайдер. Сейчас что-то про это все замолчали. По поводу Петра, царя недержавного. Что такое, нам говорили, держава? Это на картинах царских особей. Они держат в руках или рядом находится некий шарик с крестиком с таким. Вот в этих фильмах, я сейчас, говорю, не буду притягивать картинки, потому что смотрите фильмы, там все картинки эти есть. Я обратила внимание на то, что у всех царей эти державы, так называемые, есть, а у Петра Первого нет. Вот нету нигде на картинах времен его жизни, как говорится, или рядом нету нигде державы. То есть карта, там есть какие-то подзорные трубы, есть бомбочки, корабли, все что угодно, но только нет вот этой державы. И я там доказываю в этих фильмах по дубне допотопной и по Петру Первому, по картинам, о том, что держава – это и есть бомба. Доказываю я не то, что там я сама по себе, а мне в этом помогал изначально по другой теме, по египетской силе мне помогал военный летчик, называть которого я не имею права. Но он помогал информацией, и в том числе он подтвердил, да, что это именно похоже на бомбу, и крестик, называемый, равносторонний – это ключ активации. Поэтому, если хотите более подробно, смотрите. Я к чему это говорю? К тому, что на картинах эти атомные бомбочки у царедворцев есть, и эти войнушки могли быть, только это могли быть как мелкие, ну, удары, скажем, ядерные, некрупные, так и мощные. Потому что какая была цивилизация, какое было у него на самом деле оружие, нам пока неизвестно. Но по силе разрушения, по всей видимости, оно было огромной мощностью, возможно, то, что есть сейчас, а может быть, еще и круче. И из космоса в том числе. То есть космоса обстреливали Землю, однозначно. То есть этих моментов очень много, еще раз говорю. Для того, чтобы спорить не о чем, или те, кто первый раз только приходит и слышит это впервые, не надо спорить, а надо посмотреть работу за 10 лет нашу. Вот не сию секунду дайте мне вот на блюдечке с голубой каемочкой, и сейчас вот мне ответьте мне на все вопросы. Сейчас. Надо пройти 10 лет нашего труда, не только моего, у меня у одной масса работы, но того же Кунгурова. Посмотрите, 9-летней, 10-летней давности, там просто шикарные работы. Я считаю, что там даже лучшие работы вообще по альтернативе Кунгурова 10-летней давности. Я сама оттуда черпала очень много информации. То есть это был толчок для поисков. Спасибо ему огромное. Не во всем сейчас я согласна. Какие-то вещи, да, мы ушли, мы разошлись во взглядах и так далее. Но тем не менее, то, что начало было, этот человек действительно колыхнул. Колыхнул общество в этом смысле исследователей. Поэтому я отвечаю на второй вопрос, что допускаю применение ядерного оружия в разное время. Но вот глина засыпав, таких больших у нас, по нашим подсчетам, по нашим исследованиям, ну, буквально несколько человек в разное время мы пришли к этому выводу, потому что мы очень активно общались, альтернативщики еще года четыре назад. Мы обсуждали все эти вопросы. У кого что? И мы пришли к выводу, что два таких уровня глина засыпы по Москве, по крайней мере, по крупным городам. Теперь, что касается юга. На юге там не столько глина, сколько грязи засып. Я пока не могу сказать, кто это и что это, но тот же самый Новороссийск, у меня есть фильм, я показывала глубину котлована. Это грязь, это Крым. Это тоже грязевые. И грязевые заполнения, тот же самый Нимфий, засыпан как бы грязью, перемешкой. Это грязь, глина, все там вместе перемешка. В Москве, в городе, это чистая глина. Понимаете, она, везде эти засыпы, везде разные. Поэтому где-то это шел, как поток, огромный, страшный, вот метровый, многометровый, как в Крыму. Вот откуда он шел? Там гор рядом нету, там где Нимфий, это где Керчь. Там вот, а Пантикопей, тем не менее, весь завален грязью. А Пантикопей – это самая высокая точка. Вот откуда она взялась? Какая, с какой реки, я не знаю, с какой пыли. Она сверху получается. И в то же время, если мы возьмем Севастополь, то в Севастополе, я тоже показывала, проезжать, если ехать в сторону берегового, то там просто огромные слои глины, чистейшей глины, ее копают, ее используют. Просто глиняный такой пласт. И он как бы сам по себе, он как бы обрублен. И он был уже оброс травой. Вот откуда он там взялся? Он как бы выпал и остался в этом состоянии, потихонечку стал обрастать травой. А дальше плоскость ниже. Поэтому здесь масса, масса всяких вещей. И в каждом месте какая-то своя особенность. Поэтому я категорически отрицаю полевые бури, потому что это не вписывается, вот эти все рисунки, которые он нарисовал, они не вписываются в этот контекст. И нельзя сказать, что это касалось всей земли одномоментно, всего этого прочего. Это какие-то разные, разные, скажем так, у всех разные возможности засыпа было вот этих территорий. Может быть, в этом участвовало несколько сил. Ну вот как бы третья сила, которая распадается на несколько разных сил. Как строительный материал. В том же Крыму он больше похож на, он больше ракушечник, а, скажем так, в средней полосе России это больше кирпич, либо силикатный сейчас кирпич, либо сейчас бетон. Понимаете, как материалы разные в разных местах, точно так же и глина засып, и грязь засып, они тоже оказались разными. Но это все похоже, что сверху, либо оно где-то шло накатом, то есть где-то его сливали, и оно потом метровыми накатами засыпало, как нимфей заваливала города. По нимфею я сделала первые, самые первые съемки, но фильм сам не делала, и меня как бы опередили с этими съемками, но я вам все равно покажу свои кадры, потому что они были самыми первыми с большой земли, что называется, потому что я там была, когда еще не было Керченского моста, и никто еще из блогеров там не побывал. Потом они туда поехали, естественно, снимали, и нимфей в том числе сняли, но у меня будет свое видение, на этот взгляд, со временем, все со временем, потому что информации очень много, материала очень много, и в двух словах на пальцах это не объяснишь, вот чтобы сразу все было понятно, и ответы на все вопросы, и все сразу уложилось у человека, если он впервые это слышит. Ну невозможно, так не бывает вообще, знаний так не происходит, ну ложится пластами, постепенное, постепенное проникновение как бы в сознание. Но, тем не менее, про глину тоже сказала, то, что это было сверху мокрое и одномоментное, то есть это могли шли идти глиняные дожди, они могли идти месяц, два или три, вот они шли бесперерывно, перерыва в этих слоях нету, ни одной пленочки нет. Теперь, что касается следов ядерных бомбежек, мне один человек здесь написал, вот я ищу эту ссылку, не знаю, найду или нет, сейчас, минуточку, во-первых, я вам назову, кто делал, блогер, который делал, шурфы брал на двух метрах у круглых озер, где предположительно, что это ядерные воронки, и там оказалась радиация, там не цезия, а уран у него оказался, это Вадим, канал «Неофициальная история», мы лично с ним знакомы, и лично он мне давал эту информацию и распечатки с этих лабораторных исследований. Насколько я понимаю, именно вот этот автор мне прислал свою ссылку, работа его четыре года назад, он подтвердил, в лабораторных исследованиях, брал кирпич и другие материалы из Москвы, московских старых зданий, конца XVII-начала XIX века, насколько я понимаю, он здесь упоминает про газетный переулок, и он подтверждает, что там есть радиация. Насколько я еще раз понимаю, его, он черную, такую тоненькую пленочку, она по Москве на многих зданиях, как некоторые говорят, что, ну, это может быть просто радиоактивный кирпич, сделали, брали карьер радиоактивный и так далее. Нет, имеется в виду тоненькая черная пленочка на кирпичных стенах, заводских стенах, таких стен было много еще несколько лет назад, и их постепенно Собянин сносит, сносят эти старые заводы, либо их чистят прям какой-то химией, и вот эти стены вместо таких черно-коричневых, они становятся отмытыми, и они становятся такими светленькими. Вот эту черную радиоактивную пленку, ее всю смывают. Может быть, это и правильно, но с другой стороны, смывают и исторические следы того, что здесь было ядерное воздействие. Единственное, только он тоже относит эту тему к началу XIX века, к войне XII года, или там XIII годов. Я все-таки считаю, что последние ядерные удары были в Крымскую войну, и после нее уже были глина-засыпы. И далее переделу мира. Если вы посмотрите дату 1860 год, то у нас начинается 1961 год, это реформа крестьянская, и далее у нас идут всякие исторические важные события. У нас возникают новые государства в Европе, Германия в том числе, у нас возникают банкирские дома, у нас, кстати, в России появляется печатный Ветхий Завет, у нас появляется новое правительство в Европе, и так далее. Там много-много чего появляется. Еще там гражданская война в Америке идет одновременно. Все это вот в это время происходит. Идет передел мира, и передел мира идет на новых землях. Какие-то победители еще продолжают бороться, но кто уже победил, мы понимаем, победили нелюди, победили вот эти пираты. Вот как-то так. Фильм получился сумбурный, но я не готовила специально, я отвечала на вопросы, вот как мысль шла, так я отвечала на вопросы. То есть война радиоактивная была, возможно, не один раз бомбежка, и глина-засып, это дезактивация глины после ядерной войны, после ядерной бомбежки. И подтверждение дает не только Вадим Электромастер, но вот еще вот человек, который я даже не знала, блогер Михаил Алексеев, он тоже делал такие лабораторные исследования, и вот в этом фильме он об этом говорит, заходите и смотрите. С вами была Галина Конышева, благодарю за внимание, благодарю за ваши комментарии, за то, что поддерживаете мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал особенно, потому что там бывает материал, который больше нигде нет, вот как бы в течение дня, раз мысль придет, вот там я иногда делюсь своими идеями, так что там бывает интересно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова